15 августа. Вот сестра Марина тут хозяйничает на кухне. Вот решила по рецепту Владимира Пашенко сделать лепешки. Тесто поставила с утра. Так, значит, вот место Игнатия Тихоновича здесь вот мы не занимаем. Вот здесь у нас отвар есть. Покажите, Владимир. Картофельный. Его пьет Игнатий Тихонович. Мы его специально для него делаем. Так, это я сейчас убираю и уберу газетки. И вот на это место мы раскладываем лепешки наши. Присыпем мукой. Хлеба у нас на сегодняшний день нет, мы решили лепешками пообедать. Они будут горяченькие, свеженькие. Значит... А тесто будет мягкое? Где себе маслечко? Тесто будет мягкое? Я вот сейчас сухаю таким способом, как Владимир делаю. Только чуть-чуть тесто у меня получилось чуть-чуть пожиже, чтобы они мягенькие были, чтобы они сильно не засыхали. И сейчас мы их вот так раскладываем. Много муки бабушка несет мне. Мне там не очень нравится, когда у нас лепешка, а сверху так много муки. Да, это уйдет, Максим. Это сейчас уйдет, да. А вы сверху посыпаете мукой на лепешку? Нет, это вот на стол, поэтому на стол. Немножко еще подмешиваем, потому что тесто мягенькое. Все. Значит, мы распределяем на 5 лепешечек, да? У нас сковородка большая. Вот мы так возьмем сейчас. И лепешку отнимаем. Раз. Вторая лепешечка идет. Вторая. Два. А у нас только получится, наверное, 4 лепешки. Третья. Нет, 5 лепешек. Нет, 5. Все, чуть-чуть еще. Это мы сейчас поставим лепешки, чтобы они у нас поднимались еще. Сейчас, сейчас, иду. Видно тебя? Все, бабушка, начинайте, полно сейчас вас дает. У нас получилось 5 лепешек, правильно? Сейчас мы их. Так, аккуратно, сильно быстро не веди. Аккуратно. Отвечу подальше, чтобы видно было, светлое еще включить. Светло не включили, да. Но бабушка тебе скажет, когда у нас будет в будущем. Все, сбоку. Сбоку. Сейчас эти лепешечки мы расставим, и они будут у нас подниматься. А сейчас мы их вот так вот наполняем воздухом, чтобы они были пыльшненькие. У нас две сковородки будут печь. Ты показал печку? А в какой мы печке-то будем? В большой? В большой? Или в маленькой? Здесь прямо на сковородках будем печь. Вот в этом месте будем печь. Сейчас, сейчас. Вот эти вот лепешки. Мы показываем вообще, как по рецепту Владимира Пащенко мы делаем лепешки вместо хлеба. В прошлый раз Владимир Пащенко сам делал. И бабушку научил. Вот она сама сейчас хочет сделать лепешки. Вот так вот хорошо. Сейчас мы их вот так и оставим. Они будут еще подниматься. А потом мы их на сковородочку будем жарить. Без растительного масла просто чуть-чуть смазываем сковородочку. На сухую называется. Чтобы они не пристали, мы мукой приступаем. Может кто-то свои рецепты пришлет нам в приложениях. Пишите в комментариях. Бабушка. Ты с близким планом не снимай, снимай. Я все снимаю. Чтобы вы видели, как мы делаем вода, соль, немножко сахарку, дрожжи и мука. Ну вот мука у нас тут еще осталась немного. Нет, это специально для присыпки. Сейчас самое главное вот так вот их раздельно. Немножечко, чтобы они поподнимались. И потом мы их накрываем. Вот она русская печь. Да. Тут мы поднимем. Вот так вот. Вот такой вот. Вот пять лепешек у нас будет. Они здесь будут подниматься. На полчаса оставляем их накрытыми. На 30 минут, то есть. Да, на 30 минут. Одну лепешечку еще-то не сделала? Сделала. Особенно красивая. Пятая. Красивая лепешка приступает. Как только лепешечки подойдут, мы вам опять покажем, как мы их жарили. Все, можешь включать. Кнопочку на вот эту. Вот сбоку. Вот эту. Так, мы продолжаем печь лепешки по рецепту Владимира Пащенко. Вот. Вот они у нас. Вот первая лепешка. Подошли лепешечки, мы сейчас будем их на сковородочку класть. Перед этим мы сковородку промажем. Стой на месте, просто поворачивай камеру. Вот она. Поворачивай камеру просто. Не надо идти, говорю, поворачивай камеру. Еще ничего не кладу. Только смазываю. Вот бабушка смазала. Лепешку. Вторую мажет. Просто снимаем, ничего не кладу. Сейчас на большую сковородку будем класть, а потом на маленькую. На большую мы кладем большие лепешки. Вот как вот это вот. Лепешечку кладем. Расправляем. И делаем надрезики ножичком. Не надо водить. Смотри сюда. Вот такие надрезики и закрываем крышкой. Все. Лепешечка первая печется. Сейчас вторую лепешечку будем ставить. Тоже выбираем по размеру, чтобы поменьше была. Эти три лепешечки будут у нас еще накрытые лежат. Да. Вот они накрытые лежат. Три накрытых. Они еще будут подходить. А это вот на маленькую сковородочку. Сковородочки у нас уже тепленькие. Они нагрелись на плиточке. Ой, на печке. Вот. И так же мы ножичком сделаем надрезики, чтобы пышки, лепешки не поднимались высоко. Надрезики небольшие делаем. И так же крышечкой закрываем. Сковородочка нагрелись на плиточке. Сковородочка нагрелись на плиточке. Вот первая уже печется. Крышечкой закрываем. Все. Лепешечки пекутся. Слава тебе, Господи. Вторые лепешечки я еще хотела на противне сделать. Попробовать на противне один сделать. У меня здесь компот варится. Иди пока. Впервые Максим снимал, как бабушка делает лепешки. Сейчас он подошел и смотрит. Показать компот хочу. Возьми вот эту прихватку, подними крышку аккуратненько на себя. Вот здесь у нас варится компот. Лепешки, компот. Накрывай. Максим во всем уже мне помогает. Вот он носит дрова. Три лепешечки, да. Чуть попозже мы будем их печь. А как только ты испечешь, а то и можешь мне дать кусочек? Мы все будем вместе обедать. У нас такого нет, не принято. Садимся все. В одно время все кушаем. Время подошло переворачивать лепешки. Посмотрите, какие они у нас румяные. Поднимаем и переворачиваем. Также накрываем. Вот большая лепешечка у нас тоже поднялась. Маленькая немного подгорелая лепешечка. Лепешки не подгорели, они зарумянились. Где ты видишь, что они подгорели? Подведи сюда. Они зарумянились, где они подгорели? Бабушка, я пойду выбивать подсолнухи. Хорошо. Мы сейчас тебя заснимем, как ты выбиваешь их. Откуда эти подсолнухи? Из Саманово огорода. Птицы начали клювать, поклювали подсолнухи. И мы срезали подсолнухи, потому что птицы клювали. Иначе они доклюют эти подсолнухи. Вот я теперь выбиваю. А на печку зачем положили эти подсолнухи? А чтобы они сушились. Правильно. Семечки падают. Выбиваем углы. Да, надо усилие приложить. Конечно. И семечки падают. Так, вот так вот. Так, вот так вот откладываем. Откладываем. Откладываем, да. И начинаем срезать. Потом мы будем просеивать от мусора. А большой мусор мы сразу убираем. Например, как вот эти вот листья. Они большие. Мы их откладываем. Ну, продолжайте работайте. Полезное дело делайте. Подсолнухи были недозрелые немножко, поэтому выбиваются плохо. Ну, Максим старается. Вот тут, вот в этом месте они птицы поклевали. Хорошо. Вот и пришло время переворачивать лепешки наши. Но уже посмотреть, готовые они. Если готовые, мы выкладываем их на противень. Видно? Вот я посмотрю, лепешечка с этой стороны. Вот, она пропекается так вот. Горяченькая, хорошая лепешка. Сюда на противень вкладываю. Начался успенский пост. Поэтому вся еда у нас постная. Да, вот у нас кашка здесь овсяная разогревается. И компот уже сварился. Сейчас мы... Ну, нам надо еще лепешки поставить на место. Вторую лепешку тоже надо достать. Вот она какая. Смотрите, румяная, румяная. Нискоречко не подгорели. Лепешечки такие должны быть румяненькими. А горяченькие. Вот мы сюда накладываем. Смазываю сковородочку. Вот они получились. Наверное, вкусные очень. Ну, ты же уже ел почему-то. То дядя Володя готовил, а тут ты готовишь. Так что надо попробовать. Ну, давайте, значит, мы сейчас из трех лепешек выберем большую самую. Вот какая у нас большая. Средняя, наверное, да? Да, средняя. Ее будем на большую сковородку ставить. Видите, немножечко поприлипло, потому что муки мало под это. Надо обязательно муку подкладывать. И становится еще больше. Вот она. Мы ее закладываем. Здесь мы выкладываем. Мы здесь вот выравниваем по сковородке. И так же делаем что? Что вы делаете, когда на сковородку вы выложили, Максим? Промазываем маслечком. Нет, сковородку мы промазали чуть-чуть. Мы делаем надрезики, чтобы у нас... Да, чтобы она у нас не поднималась и высоко. Да, ну, чтобы она равномерно пеклась, не сильно пузырилась. Тесто у нас дрожжевое. Ну, на воде. Дрожжи, вода, соль, сахар. Вот такие надрезики делаем. Она будет хорошо пропекаться. И останется у нас одна лепешечка, которая будет на маленькой сковородочке потуркичься. Сейчас мы закрываем, чтобы они хорошо пропеклись. И уберем компот, который у нас уже свалился. Кашка подогревается. Кашку мы варили утром. Компот мы убираем. Вот он уже у нас закипел. Видите? Посмотрите сверху. Близко, не знаю. По камеру, на камеру будет. Пар. Посмотрел? Смотрели? Да, мы посмотрели. Это мы уносим. Ту комнату, где мы будем кушать. Там уже много всяких вкусностей стоят. Покажи, покажи, что стоит у нас. Сиди, покажи. У нас, значит, утром на завтрак был суп. Рассольник. С той стороны взойдем. Рассольник. Близко не надо, как суп видно было. Мы подаем еще на обед. И вот здесь у нас макароны. Макарончики. Что же надо было на завтрак? Осталось за завтрак. Картошка у нас варилась. Молодая своя картошка. Теперь пройди, посмотри. Вот у нас сухарики. Сухарики. Были помидоры у нас. Салат из помидор. На завтрак был. Это у нас осталось. Вот тут у нас. Там у нас лепешки, но они уже... Вот сухарики тоже черненькие. И лепешечки, которые с того раза остались. Вот показывай тут. Вот это сделали мы... Как называется? Вот это вот аджичка, мы сами ее на мясорубке... Хреновина. Да, хреновина. Ну, как бы аджичка. Ну, аджичка, помидоры, хрен и... Чесночок. Это ты сам делал, да? Да. Перекручивал на мясорубке. Вот это крыжовник тут и горошек. Близко очень. А вот это сухофрукты. Сухофрукты остаются от компота. Да, от того компота. Варенье. Варенье. Еще одно жеренье. У нас смородина. Вот это у нас из той ягоды, что мы собирали. Юрга? Нет, на лунака называется. Смесь смородины с крыжовником. Это у нас смородина варенье и это земляничное. Крыжовник мы тоже собирали. Вот она, эта ягода, из которой варенье. Да, вот она. Ты забыл, как она называется? Да. Она как-то. Все. Ну вот и все. Выключай. Переворачиваем вторую порцию лепешек. Посмотри, Максим. Открываем крышку. Переворачиваем. Вот смотрим, вот они с этой стороны беленькие. С этой стороны они пожаристые, зарумяненные. Красивые они. Одни накрываем крышкой, вторую, вторую с большой лепешку, вторую переворачиваем. Тоже вот такая румяная лепешка. Видно? Красивая. Красивая получилась. Румяная. Вторую порцию мы оставляем. Переверну, переворачиваем. Суп мы забираем. И забираем также лепешки, которые у нас уже пристеклись на обед. Несем в ту комнату, где мы обедаем. Вот они красивые. Лепешки суп. Курки суп. Здесь у нас всегда хранится свежий хлеб. Сейчас у нас это лепешечки. Игнатию Тихоновичу мы поставили отвар из картошки, он любит. Компот налили, потому что он горячий. Заранее наливаем. И что нам еще приготовил дядя Володя, покажет нам Максим. Он нам приготовил сюрприз. Два вот таких вот арбузика, но мы один арбузик на ужин. Вот этот вот мы на обед сидим, а вот этот вот на ужин. Вот такой вот арбузик у нас получился. Вот даже в пост можно питаться очень продуктивно и с витаминами. Он такой свежий и спелый. Спелый. Как ты его определил, что он спелый? Я его постукал за звук громкий, значит он спелый. Хорошо. Значит, арбузики вырастил кто? Дядя Володя. Да, на своем саманном огороде, да? На саманном. А посадили они вместе с Григорием Пахмутовым. Он сейчас уехал, он здесь был. Кто будет арбуз резать? Игнатий Лавкин. Игнатий Тихоновичу разрежет сам арбуз. Это вот у нас такой ножик. Вот этим вот ножиком он будет резать. Положи сюда. Вот этим ножиком он будет арбуз резать. Хорошо, положи. У нас еще есть на обед или на ужин, и по разрешению Игнатия Тихоновича мед в сотах. Открой, пожалуйста. Вот такой вот у нас мед в сотах есть. Посмотрите, пожалуйста. Вот это сладкое блюдо подается нам уже или на ужин, или на обед с разрешения. Да. Все очень, даже вкусно, можно питаться очень хорошей пищей. Да, правильно. Я из грядки сорвал два свежих огурчика таких. Покажи. Вот они такие. Да, ой, красивые огурчики тоже у дяди Володи растут, да? Да. Для чего ты сорвал их? Чтобы играть тимчик на терке на терке. И морковку тоже. Ну, что они там рядышком, да, посмотри. Вот они, огурчики все, которые я сорвал, и морковка. Все, хорошо. А сейчас я буду переворачивать наши лепешки. Ой, вот тут Свет плохой. Да, вот наши лепешки. Сейчас вот ты это самое потеши. Уже убирать. И будем убирать, да. Тут же что-то будет, сладенько. Все. Ты видишь там, Светка, темно, когда не видно лепешки. Надо подойти. Уловить Светку. Ты как мы с вами. Оператор наш, молодой, должен на себя смотреть. Ну вот, румяне, подрумянились, да? Да, румяные такие, красивые. Тоже сюда вот на подносик кладем. Рядом с огурчиком и морковкой. Эту сковородку убираем большую уже. Так, пока на пол поставлю. А сейчас вторую сковородку мы еще будем кладем. У нас последняя лепешка еще есть. Всего сколько у нас лепешек получилось? Всего у нас получилось 5 лепешек. Да, вот. Вот они какие зарумяные. Вот они румяные. 5 лепешечек у нас. Еще одна, вот она лежит, вот она. Да, сейчас вот так вот мы эти лепешки накрываем. Вот она какая красивая. А эту пятую мы берем, надо смазать еще. Вот какая красивая. Они зарумяненькие, потому что мы первую промазываем. Да. И мы первую уже промазываем. Они румянеются. Мы вот вместо хлеба решили лепешки испечь. Впервые в жизни готовят лепешки. Да, по дяде Володиному рецепту. Впервые. На русской печи, да? Да. Нет, это не русская. Русская, это настоящая русская печь. Настоящая русская печь тут. Потому что там можно хлеб печь. Да. Мы вон там вот хлеб печем. А вот для лепешки... Вот тут вот мы хлеб печем. Туда заставляем разные формочки. Хорошо светло. Особенно, когда ты не загораживаешь. Вот такая вот простила. Последняя у нас лепешечка. Последняя, да? И все у нас будет приготовлено. И все у нас готов. Игнатий Тихонович приходит и натирает на своей терке. Вот здесь у него все находится. Посуда. Все здесь это Игнатий Тихонович, терка. Он натрет морковку и огурчики нам. Мы все кушаем. Да. Постараемся его тоже заснять. Да, Максим? Ну. Все, включай. Наканчивается твоей новость. Продолжение следует...